Девушки отдыхают Здравствуйте. Здравствуйте. Понятие вероятностей, о которых мы сегодня будем говорить, является, может быть, вообще самым важным для любой игры, и особенно для покера. Вся игра в покер построена на вероятностях. Так что же такое вероятность? Вероятность – это число, как часто будет случаться нужное нам событие из всего множества событий. Ну, например, скажем, в колоде карт есть 52 карты от двойки до туза. Скажем, с какой вероятностью мы вытащим, например, какую-нибудь черву? Какая вероятность, что это карта червов? Ну, легко посчитать, что поскольку мастей 4, и с одинаковой совершенно вероятностью это может быть пик, черва, бубна или трефа, вот, следовательно, вероятность одна из четырех, то есть одна четвертая, или 25%. Все множество событий мы принимаем за единицу или за 100%, а нужные нам события, или те, которые нас интересуют, мы считаем как отношение к общему множеству событий. Ну, скажем, если, например, мы берем монетку, ну, монетки маленькие, давайте возьмем, вот, скажем, такой значок федерации, будем считать, что это орел, а здесь решка. С какой вероятностью, если мы подбросим, выпадет орел? Одна вторая? Одна вторая, конечно. То есть, мы считаем, что все множество событий, у нас два, она может упасть либо решкой, либо орлом. Ну, правда, есть еще там вероятность, что она приземлится как-то вот так вот на ребро, вот, но поскольку эта вероятность маленькая, я даже не могу вот рукой ее установить, то мы этой вероятностью просто пренебрегаем. Ну, есть еще и вероятность того, что она в воздухе зависнет, или это улетит мимо стола, вот, но этими вероятностями мы тоже пренебрегаем, поэтому, ну, решка, то есть. И здесь, конечно же, не червы. Нет, конечно, то есть, нам же мастерам не везет, обычно везет только, или, как там, везет дуракам и пьяницам, да? Еще новичкам везет. Да, то есть, и вот на этих вероятностях построено все множество игровых решений, мы будем всегда считать, карты, которые нам подходят в покере, будем считать, сколько их осталось, сколько, общее множество карт, потому что в какой-нибудь момент уже некоторые карты ушли, вот, и будем считать вероятность этого события. Ну, давайте из каких-нибудь простых примеров, не связанных с покером, мне хочется, чтобы это понятие как-то закрепилось, осталось. Ну, например, там, как в анекдоте играет двое в преферанс, какая вероятность, что два туза в прикупе? Ну, говорит, как какая, 50% там, либо есть, либо нету. Или, здесь нет блондинок, можно рассказывать. Блондинку спрашивают, какая вероятность, что если мы сейчас выйдем из дома, и нам встретится на улице динозавр? Ну, говорит, 50%, одна вторая. Либо встретится, либо не встретится. Ну, да простят меня женщины со светлыми волосами, у нас все несколько сложнее. То есть, а вероятность, ну, казалось бы, трудно, например, как посчитать два туза в прикупе, в преферансе. В преферансе играют колоды, там 32 карты. Ну, всего 8, от туза до семерки. Вот, какая вероятность, что первая карта, которую бросили в прикуп, туз? Ну, всего 4 туза в 32 картах. Одна восьмая. 4 из 32. Вот, вот кинули. Если это не туз, то уже в прикупе никогда не будет 2 туза, поэтому 1 восьмое уже запомнили. Но для того, чтобы и вторая карта тоже была туз, вот, нам нужно, во-первых, посчитать вероятность, что вторая туз, а потом перемножить две эти вероятности. Потому что 2 туза окажутся только при условии, если и здесь туз, и здесь туз. Правильно? Поэтому мы можем взять листок бумажки, а можем без бумажки посчитать. Если здесь 1 восьмая, то здесь осталось 3 туза в этой части колоды, а карта осталась уже не 32, а 31. Ну, потому что одна уже ушла. То есть будет 3 тридцать первых. Теперь нам нужно будет 1 восьмую умножить на 3 тридцать первых, получится 3 двести сорок третьих. Если по бумажке проверим, то я думаю, что я не ошибся. То есть можно сократить на 3, получится 1 восемьдесят первая, что в прикупе будет 2 туза. Это мы как бы прошли метод логического умножения. Он действует всегда, мы применяем этот метод. Когда нам нужно, чтобы и первые события, и второе наступили. Поэтому, например, если в покере человек имеет на руках, например, 2 червы, а на столе всего только одна черва, и он хочет, чтобы ему пришел флеш, ему нужно, чтобы карта одна пришла черва, и вторая обязательно черва. А в этом случае, даже если у него там приличная вероятность 1 пятая, ему нужно 1 пятую умножить на 1 пятую. Будет только 1 двадцать пятая, или 4 процента, это слишком маленькая вероятность. Теперь, например, возьмем для примера большой такой кубик с Кипра, сделанный из Оникса. То есть, какая вероятность, что выпадет, там, например, единица, или шестерка? Инга, к вам все время буду обращаться, потому что, мне кажется, вы должны быть самая сильная студентка по вероятности. А какая вероятность, что вот мы бросим кубик как-нибудь, и выпадет именно шестерка? Я сейчас вспомню, сколько здесь граней. А посчитайте. Шесть. Шесть граней. Одна шестая. Правильно. Одна шестая. А теперь скажите, я вам предложу такую игру. Вот у вас будут какие-то деньги, и какие-то у меня. Например, вы ставите рубль на то, что выпадет шестерка, когда мы будем кидать. Сколько я вам должен платить, когда эта шестерка выпадет? Потому что, если шестерка не выпадает, вы проигрываете рубль. Чтобы игра была честная и справедливая. Один к одному. Отличный. Один к пяти. Потому что пять раз не выпадет, раз шести выпадет, мы получим шесть рублей. Потому что ваши грани нужной шестерки противостоят, может выпасть и это, и это, и это, и это, а также противоположная единичка. То есть, события, когда выигрываю я, когда не шестерка, ровно в пять раз больше, чем события, когда выигрываете вы. Если я возьму два кубика, давайте я возьму поменьше, чтобы случайно не убить, если они далеко покатятся. Вот, то есть, вот если, например, я буду бросать два кубика, и вы выиграете только в том случае, если придет шесть-шесть. Сколько мне нужно справедливее вам платить? Один к шести. Если, чтобы, за то, что выпадет шесть-шесть? Так, а, там должно быть два, одиннадцать, два, одиннадцать. Сколько всего возможных сочетаний? Вот этот кубик может выпасть на единичку, на двойку, на тройку, на четверку, на пятерку, на шестерку. Одна пятая, на пятая. Одна пятая, что у нас придет на этом кубике шестерка. А теперь сколько грани у этого кубика, и какая вероятность, что и на этом тоже придет шестерка? Одна шестая тоже. Тоже одна шестая. Нам нужно одну шестую умножить на одну шестую. То есть, будет одна тридцать шестая. Одна тридцать шестая. Потому что, если бы... Ну, давайте с одной тридцать шестой закончим. То есть, вы ставите на событие, которое наступит с вероятностью одна тридцать шестая. Общее множество событий 36, они могут выпасть там любым способом, а все-таки их способов 36. Но нас интересует только один, когда выпадет 6-6. Соответственно, вопрос в том, какую оплату вы найдете справедливой, если эти 6-6 все-таки выпадут. Ну, очевидно, что против этой 1-36 есть 35-36, что не выпадет. Правильно? Поэтому и оплата должна быть справедливой 1 к 35. То есть надо переводить в проценты, да, сразу делить? Ну да, мне кажется, чтобы вы просто понимали, что если, например, мы будем кидать Орел-Решка, и вы будете, если проигрывать, платить мне рубль, например, а я, если буду проигрывать, если будет Решка выпадать, буду платить вам 100 рублей, например. Ну, очевидно, эта игра несправедливая. Даже можно посчитать, насколько несправедливая. То есть мы сыграем, там, не знаю, например, 100 раз. Из них, скорее всего, 50 раз вы выиграете, 50 раз я выиграю. Ну, потому что при большом количестве испытаний, то есть вероятности, реальные события чаще всего совпадают с теми, что по вероятности положено. За 100 раз, 50 раз выпало. Не ваше, вы проиграли 50 раз по рублю, 50 рублей. А 50 раз выиграли по 100 рублей, получили 5000. Из 5000 отдали мне 50 рублей, которые мои по праву, и получили свой плюс 4950 рублей. Теперь, если мы разделим вашу прибыль на количество бросков, за которые вы эту прибыль получили, то мы получим тоже очень важное понятие, это математическое ожидание выигрыша от одного броска. Вот эти 4950 мы разделим на 100, и получится 4950. У вас математическое ожидание плюс. То есть, если я вам буду платить... Ну, и можно легко по-другому. Если мы будем кидать два раза, всего два раза, один раз выпадет ваше, один раз моё, то вы получите 100, отдадите рубль, будет 99 пополам, поскольку за два раза. То есть, вот 4950. Вообще, игральные кости удивительная такая штучка. Это когда-то были кости животных. То есть, в Азии до сих пор играют вальчики или вошички. Вот в России играли в бабки. Есть масса скульптур, по-моему, на эту тему. Там есть стихи на статую мальчика, играющего в бабки. Ну, это таранные косточки ножного сустава баранки. Потом их уже обтачивали, украшали, и в конце концов они стали строго вот такой правильной геометрической формы. И это очень важно для того, чтобы вероятности были одинаковые. Потому что, если мы принесем какой-нибудь вот такой кирпич прямоугольной формы, и, например, здесь напишем шестерку, здесь единицу, а здесь пятерку, двойку, четверку и тройку, то он чаще будет падать так или так, чем, например, становиться на попа. То есть, вероятность этих событий будет неравная. То есть, например, если мы скажем, какова вероятность того, что первый человек, которого мы встретим, выйдя на улицу, будет мужчина, то, наверное, это примерно 50%. То есть, мужчин и женщин примерно одинаково. А если мы скажем, какая вероятность, что первый встретившийся нам человек будет 90-летний, ну, наверное, вероятность будет не очень большая, потому что процент 90-летних не очень высок, да? А если бы сказать, какая вероятность, что мы встретим динозавра, ну, то есть, если бы один процент был динозавров, то был бы один процент того, что мы вам встретим. Поскольку динозавров вроде как нет, то, наверное, вероятность равна нулю. Хотелось бы сделать небольшой исторический экскурс в историю игральных костей, потому что именно с ними связано и появление теории вероятности, да и много значимых событий в истории произошли, ну, как бы были связаны с костями. Например, Цезарь, переходя Рубикон, бросал игральные кости, и выпало так, что ему истолковали, что надо переходить Рубикон. А вдумайтесь, на самом деле, вот он стоял со своей армией на берегу вот этой речки Рубикон, недалеко от Рима, и перед ним стоял вопрос, переходить ли эту реку. То есть, как только он ее перешел, он как бы уже объявил Риму войну и пошел с войском на свой родной город. Наверное, не так просто ему было принять это решение. Вот. Он понимал, что прольется кровь, что он может остаться в истории, как, ну, какой-то злодей, который пошел с армии на своих родных, соседей, там, горожан. Вот. Но, с другой стороны, он считал, что он, может быть, сделает все как надо, и все будет правильно. Но только те люди, которые погибнут в результате этого перехода Рубикона, никогда уже об этом не узнают, и они будут той ценой, которую он, ну, как бы, навел порядок. Вот. Я думаю, непростое решение, если поставить себя на его место. И вот он доверился игральным костям, он бросил жребий. Вот. И когда нужные кости выпали, он сказал «джакта аля эста». Аля – это как раз игральная кость. И первый римский закон, который запрещал азартную игру в кости, назывался «лекс алеатория». Вот. То есть... Ну, что еще? Индусы тоже играли в кости. И в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» есть эпизод, где один из семи братьев пандавов по имени Наль проиграл в кости свою жену Дамаянти. Точнее, это была общая жена всех семи братьев пандавов. Общая жена семи братьев? Да, у них такие были нравы. Это была теория вероятности на практике. А общая муж? Семь сестер нету нигде, да? Почему? Есть. Только в Африке, я знаю. Там можно много мужей. В Узбекистане. В Узбекистане, да? Ну, конечно. Женщина может иметь больше, чем один муж, да? Нет, один муж на семь сестер, пожалуйста. Это у них в Индии было как-то необычно, то есть... Ну, с женщинами, видимо, была проблема. Дорого стоили. По поводу Махабхарата и Дамаянти, Кумилев написал в танцах, я проиграл тебя, как Дамаянти, когда-то проиграл безумный Наль. То есть, надо сказать, что Наль-то в конце концов отыгрался и вернул свою жену. И, как бы, перед братьями ему уже не было неудобно. Ну, он же еще и братьям... Но он все равно ее делил, да? С всеми братьями. Ну, он еще и царство свое проиграл. А-а-а. Ты знаете, как человек играл, играл в казино, все проиграл. И, наконец, уже поставил жену. И ему опять не повезло, он выиграл. И как же появилась теория вероятности вообще, как наука? К физику Паскалю, блеска Паскаль, помните такое? К нему пришел его знакомый, кавалер Демире, человек большого парижского света. Они вели крупную игру, играли в кости. И он спросил Паскалю, не может ли тот помочь ему решить такую задачку, со скольки бросков вот придут 6-6? Ну, нам пришло 4-4. Ну, очевидно, давайте мы можем попробовать вот кидать сыпы. Смотрите, одни дупельки приходят. Вот сколько раз надо бросить, чтобы пришло 6-6? Макс. Это надо мат ожидания посчитать. Мат ожидания. Для того, чтобы посчитать мат ожидания, надо знать, на какую ставку они играли. Тридцать. Потому что мат ожидания – это произведение ставки на вероятность. То есть, если мы играем с вами по рублю, то мат ожидания выражаются в рублях за один бросок. Если мы играем по 100 долларов, то мат ожидания у нас будет в долларах. Это ожидание, сколько долларов или рублей вы выиграете за одну игру. Но на самом деле у них надо считать динамическую вероятность. Потому что вероятность того, что мы первым кидком кинем, будет 1-36. А то, что я сказала? Я сказала это, да? Скажи «да». Я сказала это. Он сказал? Скажи «да». Давай, а то поколачивай и скажи «да». Нет, у нас насилие застолено же в игре, чем хорошо, что все люди равны, нет ни возраста, ни пола. То есть, это не значит, что мы будем давать женщинам сдачу, но это значит, что женщины не имеют права пользоваться своим преимуществом. Ну и у женщин уже не говорят, у меня стрит, а у тебя флеш, поэтому мой стрит старше, чем твой флеш, потому что я женщина. Так было бы невозможно играть. Ну вообще так справедливо. Я считаю, вот сейчас время справедливо. Феминизм называется. Да, да. Так вот, считается это следующим образом. Вероятность первого броска одна тридцать шестая. Вероятность того, что именно во втором броске выпадет шесть шесть, равна... Вероятность того, что не выпало, то есть тридцать пять тридцать шестых, умножить опять на одну тридцать шестую. И таким образом вот эта дробь уменьшающаяся складывается. И как бы у Паскаля получилось, что она становится больше половины, больше одной второй после двадцать четвертого броска. Точная граница двадцать четыре и шесть десятых броска. Это вероятность того, что придет шесть шесть, становится пятьдесят процентов. Ну то есть получается, что двадцать четыре броска еще не выгодно брать, а двадцать пять уже выгодно. Вот. И Паскалю стало очень интересно заниматься этими вероятностями. Он написал об этом письмо своему другу Энрику Ферма. Вот. То есть завязалась переписка, Ферма ему ответил. Вот. И какие-то следующие опыты Паскаля привели к созданию вот новой науки, которая стала называться теория вероятности. На самом деле она широко используется и в страховании, например, и в разных других более точных дисциплинах. Ну, например, вы приходите и говорите, застрахуйте мою жизнь. Вот. Как мне узнать, сколько вы мне должны заплатить страховой взнос, и какая должна быть сумма страховки, премия в случае наступления какого-то события. Ну, или, например, застрахуйте мой автомобиль, или застрахуйте там мою замечательную прическу, или как там, Элизабет Тейлор, там застрахуйте мою грудь. Или Дженнифер Лопес. Да, или Дженнифер Лопес. Нужно точно совершенно знать вероятность того, что это произойдет, и построить вот это соотношение. Мы вернемся к этой теме сразу после перерыва. Сейчас предлагаю попить скрифику, чайку. КОНЕЦ Хотите играть и выигрывать в покер? Тогда вам на 3wtvpropoker.com Только на нашем сайте вы найдете самые выгодные бонусные предложения от ведущих покерных порталов. Начните свою профессиональную карьеру с правильного выбора. 3wtvpropoker.com 3wtvpropoker.com Ваш гид в мире онлайн-покера. Посмотрим сюжетик, который нам приготовили. И мы снова возвращаемся в Баден, который зачастую в Австрии зовут городом с несколько другим. Именно именем Бидермайрштадтом, потому что здесь одно из очень немногих мест в мире, где фактически весь город построен в одном архитектурном стиле, в Бидермайровском. Как раз в начале 19 века, после того, как город был перестроен почти с нуля. Знали такую подробность? Нет, я знаю, что там жил Петховен. Да, и даже в пяти разных местах, так что есть музей. То есть он переезжал постоянно, да? Постоянно, чтобы музеев было побольше. Снимал квартиру? Снимал. Не знаю официальные, но частные условия. Ну что ж, а тем временем мы видим параллельный стол. Здесь тоже какие-то действия происходили. Два туза против двух палетов, игрок выбор. А теперь мы возвращаемся на телевизионный стол. 37 игроков на настоящий момент осталось в турнире. Любопытно, что последним из игроков команды Покер Старс был Хевед Хан. И вот он как раз вылетел на 38-м месте. Так что ни одного игрока команды Покер Старс не осталось. Что, в общем, большая редкость, наверное, да? Ну, остался Александр Кравченко, который на тот момент еще не был. Но на данный момент он входит в команду Покер Старс Проб. Так же, как и Ваня Демидов. Они два профессионала, которые входят. Туз Валет, идет рейс 6 тысяч. Довольно-таки большой рейс. Суриндер Сунар, несмотря на то, что он датчанин у него. Индийские корни. Кстати, сейчас самыми перспективными игроками считаются русские, индийцы и китайцы. Ну, обычно те как раз страны, из которых были очень большие такие звезды шахматов. Джулиан Тью, соотечественник Сунара, коллировал эту ставку. Самый большой выигрыш у Тью за карьеру на одном турнире составлял 80 тысяч, но при этом он регулярно попадает в призы, поэтому, по большому счету, понемножку, как курочка-повернышка, но регулярно клюет. Туз Валет, у него старшая пара, практически нечего бояться. Но вот для двух восьмерок повод призадуматься, есть ли на самом деле у соотечественника совпадение с флопом или что-то старше. Сунара не верит. Ну, я так понимаю, на небольшую сумму не верит. Серьезно-то повышать вряд ли будет, судя по количеству фишек, которые отложил. Он готовится ответить на ставку Сунара. А Сунар не торопится ее показать. Нет, вот посмотрите. Рейс на 29600. Ну, Сунар, безусловно, будет отвечать. Даже, скорее всего, он сделает ри-рейс, то есть ответ на увеличение. И так было понятно, что Сунар будет атаковать. Вот сейчас он, наверное, разыграет комедию. Видите, он смотрит, как будто забыл, что у него за карта. Проверил. И калировал. Просто калировал, кстати. Не стал повышать, несмотря на то, что у него хорошая действительно карта. И третья восьмерка приходит. Ну вот, зря и калировал. Хотя этого ничего не изменилось, потому что там всего лишь тысяча оставалось. Да, пришла третья восьмерка. И фактически пришла без шансов для Сунара. Повезло, да. Ну, а давайте посчитаем вероятность, какой повезло. Мы видели, что там было 12% на флопе, но он сделал ошибку, что делал рейс. Понятно, он сделал профлоп-кол. На флоп, то есть на открытых трех картах вышли валет, 10, оверкарты. Понятно, может быть, как оверпар, так и топ-пар. Он сыграл рейс, я думаю, это ошибка. Ему просто повезло, грубо говоря, он раз в 10 будет выигрывать эту раздачу. Я не понимаю, почему комментатор сказал, почему он делал колл. Там стуз валет, потому что там очевидный колл, он сыграл на стэк. Ему просто не повезло, и не стоит обращать на это внимание. Думаю, мы еще остановимся на такой теме, как дисциплина. Потому что он сыграл верно, просто не повезло. На дистанции будет играть плюс. То есть спокойно к этому относиться. Да, а почему на дистанции плюс? Потому что вероятность была на стороне валетов. Да, туз и валет, да. Да, туз и валет, у него старшая пара. Вот, и... Просто раз уже нам такой сюжетик показали, давайте попытаемся сделать некоторую мыслительную работу и посчитать. Вот, смотрите, тут лежит валет 10. А тут туз валет, да? Ну, не важно, там одномастный, разномастный. Давайте поменяем туза. Ну, есть вероятности, что восьмерки могут получить какой-нибудь стрит еще. Там придет девятка и семерка, или девятка и дама. Вот. Ну, давайте мы этими вероятностями будем пока пренебрегать, чтобы не усложнять себя. Будем считать, что восьмерки выиграют только в том случае, если придет восьмерка. В колоде осталось, будьте здоровы, в колоде осталось сколько карт? Всего 52, отнять 7, которые есть. 45 карт. Из них есть только две восьмерки. Ну, остались в колоде. Всего 4 же. В смысле, 43, да, без этих двух? Нет, почему? Вот всего здесь карт осталось 45. Это полное множество событий. И там еще две восьмерки. Полное множество событий, у нас 45 возможных событий произойдет. Мы можем вытащить двойку, там тройку, пятерку, туза или восьмерку. Надо две восьмерки. Надо вытащить хотя бы одну восьмерку. То есть вероятность того, что вот какая-то следующая карта будет восьмерка, это две сорок пятых. Мало. Мало. Две сорок пятых это, ну, будем считать, одна двадцатая. Одна двадцать вторая. Да? Да, пять процентов. Вот. И вторая карта. Ну, тоже опустим всякие сложности, вероятность, что не придет восьмерка. И вторая карта. Опять уже будет две сорок четвертых. То есть нам достаточно, чтобы любая или это, или это была. Поэтому мы не перемножаем, а мы складываем эти вероятности. Ну, грубо говоря, две сорок пятых и две сорок четвертых. То есть одна двадцатая и пускай еще одна двадцатая. Две двадцатых. То есть одна десятая. Даже меньше, чем одна десятая. Но на самом деле, видите, какая небольшая вероятность, что придет восьмерка. Ну, так сложилось, что ему повезло. На самом деле, это можно, ну, я предпочитаю научиться считать с карандашом и считать точно в уме примерно. Но для тех, кому это лень, есть всевозможные покерные калькуляторы, которые позволяют... Вот я запущу там... Это когда уже в интернете играешь, да? Ну, я думаю, что это надо домашнее задание, потому что во время игры у вас не будет времени запускать эти калькуляторы. Тем более, многие запрещают покеров, это потому что это уже идет, как робот помогает вам в игре. Ну да, вы поиспользуете компьютеры точно так же, как, ну, не знаю, в казино они разрешают пользоваться калькуляторами. Ну, то есть играй сам. Ну, то есть мы положим, если одному человеку туз валет, да, другому две восьмерки, и на стол положим валета, десятку, и там какую-нибудь еще там тройку, да, которая как лежала. Вот. И запустим этот калькулятор, то мы получим 88% у туз валет, а у двух восьмерок 12. Ну, в эти 2% укладываются возможные стриты. То есть может же прийти стрит какой-нибудь, и тогда восьмерки выиграют. Вот, то есть 80%... Почему прийти валетка, допустим, еще один? А дело просто, а если восьмерка придет, то валет уже не поможет. Потому что, помните, мы же уже с вами изучали покерные комбинации на первом уроке, и пришла восьмерка, у человека три восьмерки. И в этот момент вероятность выиграть становится 100%. Вот я сейчас положу эту восьмерку. Калькулятор позволяет положить еще одну восьмерку. 100% идет. Да, 100% на ноль показывает калькулятор. Почему? Потому что если придет туз, будет две пары. Два туза и два валета. А если даже придет валет, то какая будет у этих комбинация? Будет три валета, туз 10. Фуллхауза не получается. А у восьмерок получится фуллхауз. То есть три восьмерки и два валета. Именно поэтому после выхода восьмерки вероятность у туза с валетом стала ноль. Постепенно переходим к покерным вероятностям от игр с костями. Но почему кости? Я бы предложил еще немножко поработать с игральными костями, потому что они как бы проще, понятнее и нагляднее. Да все, шесть грани, меньше считать. Тут одна новелла есть такая про святого Бернарда Клервозского, который... Позвольте, прямо зачитаю. Я когда-то из сборника средневекового латинской новеллы с удовольствием ее себе выбрал. Средневековый монах из ордена цистырианцев жил в 1091 до 1153. Канонизированный римско-католической церковью. Родился в Фонтене во Франции. Происходил из дворянского рода. Вступил в орден 22 лет от роду. И уже через два года стал главным настоятелем монашеской общины в Клервоз. Почему и Клервозский. Благодаря высоким личным достоинствам пользовался огромным влиянием на современников. И при жизни его называли святым или блаженным. Советов святого Бернарда слушались папы, а перед его решениями в качестве третейского судьи преклонялись как светские владыки, так и князья церкви. Он считается вдохновителем крестового похода 1146 года. Благочестие и набожность блаженного Бернарда, а также его нелицеприятное влечение пороков тогдашнего духовенства, снискали ему высочайший нравственный авторитет не только среди современников, но и среди потомков. Средневековая новелла о возвращении грешника на путь раскаяния из знаменитого сборника «Римские деяния» представляет образ Бернарда в неожиданном свете. Он, как раз, узнал толку и в игральных костях. Некий игрок в кости встречает ехавшего на коне блаженного Бернарда и говорит ему, «Отче, давай сыграем. Я ставлю свою душу против твоего коня». Видимо, надоело этому грешнику ходить пешком. Святой Бернард тут же спешивается и говорит, «Если тебе выпадет больше очков, то конь твой, а если мне больше очков, ты отдаешь мне свою душу». Игрок согласился и, не раздумывая, метнул три кости и набрал 17 очков. Ну, мы видим, что 17 очков на трех костях можно получить одним единственным способом. На двух костях выпадают шестерки, а на третий пятерка. После такой удачи он взял по воде коня в руки, точно конь уже принадлежал ему. Святой Бернард говорит, «Сын мой, до сих пор при трех костях можно было набрать и больше очков». И метнул в кости, получил 18 очков, что на одно более, чем игрок. Когда игрок увидел такое, он последовал за отцом Бернардом, прожил святую жизнь и, удостоившись блаженной кончины, отошел к Господу. Ну, то есть, он его так перевоспитал, тот увидел, что действительно мастер, что хочет, то и кидает. Вот. Я предлагаю вам посчитать вероятность того, что святой Бернард выиграл у вот этого человека. Значит, ему нужно, чтобы выиграть, кинуть именно три шестерки, правильно? То есть, одна шестая умножить на одну шестую и умножить еще на одну шестую. У кого хорошо с арифметикой? Одна двести шестнадцатая. То есть, вот каких-то... Ты бы мог мне подсказывать, чтобы я тоже умная выглядела, мастер. Ну, почему вы... вам достаточно выглядеть красиво, и зачем? Ну, мастер тоже хочется. Такой... Проигрывай. Тогда вопрос на засыпку. Если бы они играли... Бросал бы только святой Бернард, а если не выкидывает три шестерки, проигрывает, например, один там золотой. Сколько золотых должен был бы ему заплатить этот игрок, если бы святой Бернард скинул три шестерки? Я знаю. Да, пожалуйста. Триста пятнадцать. Вы не рассуешь или же не рассуешь? То есть, двести шестнадцать он должен был бы ему заплатить? Да. Ну, то есть, всего двести шестнадцать разных вариантов. Один выпадает? Выпадает только один хороший и двести пятнадцать плохих. Соответственно, соотношение денег должно быть такое же, как и соотношение хороших и плохих вероятностей. И тут мы опять можем сразу сделать аналогию с покером. с аналогией с покером. Например, в колоде осталось десять карт. Ну, десять. Ну, такие бывают игры, что осталось ровно десять карт. И нас устраивает только одна хорошая карта. Ну, например, осталась только одна восьмерка. Да, значит... А в банке стоит уже сколько-то там много денег. Можно ближе себя? Можно. Не, как все. В банке стоит много денег, и наш партнер делает какую-нибудь ставку. Допустим, двести. И нас устраивает только одна из десяти. Не, мы должны поставить девять раз больше. Как нам посчитать? Не, нам надо заплатить столько же, чтобы получить весь банк. Но если вот в этом наш выигрыш в девять раз больше, чем наша ставка, и в девять и больше, то для нас это выгодная ставка. А если в пять, например, только раз больше, то невыгодная. Ну, все очень просто. Смотрите. Вот этот столбик, это две тысячи. Один уберем. Вот еще две уберем, чтобы две тысячи становилось вместе с вашей ставкой. У меня вероятность одна десятая выиграть. Да? То есть я смотрю, сколько же я получу. Я получу тысячи восемьсот и ваши двести. За свои десять. За свои двести. Ну, как бы равное получается. Немножко лучше. Потому что, смотрите, десять раз сыграем, девять раз я проиграю по двести, проиграю тысячи восемьсот. А один раз выиграю, выиграю сразу две тысячи. То есть получается, я за десять раз, вот десять раз будем играть эту позицию, я за десять раз выиграю всего двести. То есть за один раз, когда я ставлю, я выигрываю двадцать. То есть положительное математическое ожидание у меня двадцать. Ну, фишек, рублей, долларов, там, чего не важно. Это то, чем мы будем в покере заниматься непрерывно. Мы будем считать вероятность наступления события и шансы банка. То есть размер выгоды, который мы получим, если придет наша нужная нам карта. То есть вот это в покере самое главное. Вы можете вообще не понимать, что такое блеф, не следить, как ваш партнер там шевелит ушами, или там, не знаю, какой у него нервный тик, начинается с глазом, вот. Если мы научимся считать вот такие вещи и делать всегда ставки только с положительным отожиданием, вот вам достаточно было поставить триста в этой ситуации, чтобы я бы сказал пас. Почему? Потому что я бы посчитал, смотрите, каким образом. Я, вероятность та же самая, одна десятая. Я девять раз проиграю по триста, это будет две семьсот, а один раз я выиграю вот эти тысячи восемьсот и ваши триста, две сто. Две семьсот проиграю, две сто выиграю. То есть я... Но уже минус шестьсот. Минус шестьсот за десять раз. Вам не выгодно отвечать. Мне не выгодно отвечать, поэтому я легко выбрасываю в пас. Нет, в зависимости от комбинации. Если ваша комбинация выигрывает, если вы видите... Если моя комбинация выигрывает, то и вопроса не стоит никакого. Я прибавляю. А я знаю, что моя комбинация проигрывает, а выигрывает только в том случае, если придет, там, например, флеш, а у меня и на флеш осталась одна карта в колоде из десяти. Ну, бывают такие ситуации. Они немножко не покерные, но мы придумали специально для простоты пример. Вот всего осталось десять карт, придет одна моя нужная, я выиграю. Придут девять оставшихся, я проиграю. Поэтому, если у меня лучше комбинация, чем у вас, так у меня нет вопросов платить или не платить, если я выигрываю. Я всегда буду платить. И точно так же этот вопрос и у вас должен стоять. Вы знаете, что я выиграю только если придет одна карта. Если вы поставите двести, вы дадите мне возможность сделать ставку с положительным отожиданием. Поскольку это положительным отожиданием берется ни из воздуха, ни с неба падает, то, следовательно, оно для вас отрицательное. То есть мы же с вами играем, вот мы играем с вами один на один. Все, что положительно для меня, отрицательно для вас, потому что у нас игра, кокер, относится к играм с так называемым нулевым результатом. Победитель только один. Нет, сумма денег, выигранных одним, равняется сумме денег, проигранных другим. А у нас с вами есть то, что у меня плюс, у вас минус. Если вы дали мне возможность сделать ставку с положительным отожиданием, следовательно, вы нанесли ущерб себе. В этом вся игра покер. Вот, например, вот стоят эти деньги там, эти тысячи восемьсот в банке. Допустим, вам больше в жизни вообще ничего не надо. Если вы поставили, там, не знаю, две тысячи, я точно выброшу. Эти деньги уже как бы ваши. Но вы хотите рискнуть вот этими деньгами и еще какой-то частью своих денег, для того, чтобы заработать еще немного. Ну, точно так же, как мы говорили, что покер – это модель жизни, что она похожа на бизнес, что инвестиции. Люди вкладывают же миллионы для того, чтобы получить 10% или 5% прибыли. Точно так же вы рискуете вот этими деньгами и плюс еще вот этими, чтобы получить от меня дополнительные, сколько там получается, 60 долларов. Если я, представьте, 300 проигрываю 60. Ну, еще раз посчитаю. Я 9 раз за 300 проиграю минус 2700. Один раз выиграю 200 – получится минус 600. За 10 раз – минус 60. Вот чтобы выиграть у меня еще 60 долларов, вы рискуете вот этим всем. Еще стоит учитывать, на каком раунде торговли мы находимся, потому что если только флоп, то есть открылись ли три карты. Мы сможем добрать еще на терне или ривере, поставив небольшую ставку, когда мы поймаем свой флеш или стрейт, или там две пары, какой-то гадшот. Потом стоит учитывать, сможем мы добрать, какая у него карта. Это тоже важно. Иногда можно проколировать немного не по шансам, учитывая то, что мы доберем на более поздних стадиях. Мы будем все это изучать. Это потенциальные шансы, обратно потенциальные шансы, прямо потенциальные шансы. То есть Макс говорит о тех случаях, когда игра на этом не закончилась. Также я вам чек, если скажу, бесплатно посмотрите карту, да? Да. Для меня это будет ставка с огромным положительным отожиданием. И ничего не вкладывая, получаю вероятность выиграть все эти деньги. Поэтому, если вы полагаете, что ваша рука сильнее, а мне еще надо что-то купить, вы должны делать ставку для того, чтобы защитить вот это ваше нынешнее положение. И сделать для меня эту ставку отрицательной по мат-ожиданию. Потому что, если вы сделаете хоть какую-то ставку, 100, например, то мне практически с любой картой будет выгодно платить. Практически с любовью. Давайте возьмем какой-нибудь покерный пример, простейший. И я попрошу вас посчитать. Вот, к примеру, у нас... У вас такая хорошая карта. Два туза. Самую миссию бы считать. Давайте. Два короля. Поддержка. За. А я хочу купить какой-нибудь флеш. А на столе лежат вот такие карты там. Мне восьмерка не годится, потому что еще появляется стрим. Вот, пятерка и двойка, например. Да, вот смотрите. Там вслух рассуждаем. Подсказки не возвращаются. Ну, и проходим. Ну, рассуждаем вслух. Два короля атакуют. Понятно, что они старше. Играют на открытых картах. Ничего не надо гадать. Все все знают. Все все видят. В банке стоит, например, тысяча. Два короля рассуждают, каким образом. Сейчас придет треф, а я проиграю. Дай-ка я поставлю две тысячи и сразу заберу это. Ну, на самом деле, это возможно решение. Иногда оно, например, применимо в турнирах. Потому что мне не так важно еще сколько-то фишек получить, как просто выжить. То есть, ну, мы решаем чисто математическую задачу. Сколько надо поставить и сколько этому выгодно или невыгодно отвечать. Всего пятьдесят две. Сколько мы видим? Четыре здесь, девять там осталось треф. Да, девять треф осталось. А всего сколько карт осталось? Сорок четыре. Сорок четыре. Девять и сорока четыре. Ну, давайте для ровного счета будем считать, что из сорока пяти. Да. Сорок пять разделить на девять. Сколько будет? Сесть. Правильно, да. Пять. Одна пятая, что придет. Одна пятая, что придет треф. Да. Значит, банк должен быть выше нашей ставки во сколько раз, чтобы получилась равная игра? Ну, каждая пятая карта трефа. То есть, нет трефа в четыре раза больше. Вот только одна трефа, а четыре карты нет трефа. Из каждых пяти карт, оставшихся в колоде. Соответственно, шансы банка должны быть не хуже, чем четыре к одному, чтобы платить. Правильно? То есть, если, допустим, вы ставите триста, вы ставите триста, и я за свои триста могу получить тысячи триста. Не хуже же, чем четыре к одному? Ну, то есть, четырежды триста – тысяча двести. Если бы я получил тысячи двести, для меня была бы совершенно нулевая игра. Сколько выиграю, столько же и проиграю. Сыграю пять раз, проиграю. Четыре раза проиграю тысячи двести. Один раз выиграю – получу тысячи двести. Поэтому мне все равно, калировать или не калировать. А если вы, например, поставите пятьсот, то мне уже невыгодно платить. Потому что я четыре раза проиграю по пятьсот, будет минус две тысячи. Один раз выиграю – полторы. Ну, сейчас – тысячи и пятьсот ваших. То есть, за пять раз я проиграю в среднем пятьсот долларов. То есть, можно сказать, что каждый раз, делая ставку в размере пятьсот, уравниваясь, я делаю ставку с отрицательным отожиданием в размере ста долларов. То есть, поэтому мне ее лучше не делать, потому что они накапливаются, эти ошибки. И вот эти, ну, как бы мысленные, виртуальные, вот эти вероятностные доллары, они материализуются. То есть, допуская такие ошибки, вы будете проигрывать по сто долларов в каждом таком случае. Значит, а если бы поставил ли вы, например, сто долларов, то мне было бы выгодно очень платить, потому что я четыре раза проиграю по сто, а пятый раз выиграю тысячу сто. Итого плюс семьсот. За пять раз у меня получается, ну, сколько там, сто сорок долларов положительное мотажитание. То есть, каждый раз уравнивая, я как бы зарабатываю мысленно сто сорок. Вот в этом весь покер. Я должен считать и знать, а вы должны прикинуть, ну, чем я тут могу. Вы, кстати, видя вот такую карту, можете, ну, примерно, если вдруг вы моих не видите карт. Ну, что у меня тут, стрита у меня не может быть готова. То есть, вы думаете, что вы старше. Я могу или флеш покупать, и тогда у меня подходит девять карт из колонны. Или могу стрит покупать, если у меня, например, здесь есть какая-нибудь четверка. Мне подойдет туз и шестерка, и тогда у меня восемь карт. Это примерно одно и то же. Поэтому, глядя на такой стол, вы легко подбираете ставку. Если вы думаете так, если я дам тысячу, он точно убежит. Если я дам сто или двести, ему будет выгодно платить. Если вам нужно дать больше двухсот, ну, дальше вы уже ориентируетесь на то, насколько вы хотите рисковать. Вот, то есть, ну, и чтобы я мог заплатить побольше. Вы ставите какую-нибудь там ставочку четыреста или пятьсот, вынуждая меня, как бы, платить дальше. При этом вы для себя знаете, что придет трефа, вы не будете платить. Единственное, что плохо, что придет, например, туз какой-нибудь, я могу использовать такой прием, как блеф, и изобразить, что я покупал стрит. На самом деле у меня ничего не будет. Но блеф – это будет тема отдельного нашего занятия. Так что будем считать, что с вероятностью мы худо-бедно разобрались. Конечно, я вам напоследок предложу в качестве домашнего задания такую задачку. Три девушки в общежитии раздевались в темноте и свое белье перепутали. А утром, думаю, из них надо идти на работу. И они не хотят третью будить, не хотят свет включать. Поэтому они одевались, опять же, в полной темноте. Три мужика раздевались в темноте. Можно и так. И тогда вопрос такой. Какая вероятность, что каждая из них уйдет в своих колготках? Ладно, мы будем к вероятностям возвращаться на каждом уроке на сегодня. Спасибо. Всего доброго.